Улица Лакоба и замечательный сквер. Я вместе с Денисом прогуляемся до набережной. Многолетние пальмы в Вашингтоне, финиковые пальмы. Тут клён растёт. Это русалка. Вот отсюда должна литься вода, сейчас, к сожалению, видимо, неисправность. Роскошный фонтан у драмтеатра. Здесь полностью пешеходная зона. Вот так вот клумбами перекрыта проезжая часть. Там паркуются машины. Здесь площадь перед драмтеатром. Фонтан. Эти пальмы, кстати, недавно были высажены. Такая аллея новая. Здесь были старые трахикарпусы, так называемые. Они не очень на вид. Как их показать? Вот даже где их показать. Вот она, вот маленькая эта пальма. И вместо них посадили вот эти вот многолетние в Вашингтоне. Вот они вырастут, станут ещё более величественные. Вот это больше, как это, трахикарпус. А это юка обычная. А вот это вот так называемый Брехалов, где люди пьют кофе. Я не люблю кофе. Потому что ничего не могу сказать за вкус кофе на Брехаловке. Денис, ты пьёшь кофе? Ну да. Давай. Роскошная, советская такая колоннада. Архитектура гостиницы Рица, гостиница Оренталь. Здесь уже больше людей. Вовремя, абсолютно. Кстати, гостиница Абхазия, да? Развалины гостиницы Абхазия. Ну, первый этаж открыт. Фасад контактирует с уличным пространством. Работает кафе. Ну, я вижу, что в этом кафе сейчас много местных. Я практически нет от туристов. Потому что именно местные жители ждали, ждали открытия. Ну да, для туристов это, может, не открытие. Много кто здесь впервые. Расширилась набережная. Тем более, она полностью пешеходная. И нет смысла в барьерах. И среда безбордюрная, безбарьерная. Это популярный в Абхазии, не только в Сухуми. Ресторан Нарта. С национальной кухней. Вот здесь входная группа такая. Пройдем к площади. Посмотрим, что там происходит. Мимо фасадов, контактирующих с улицей. Открытые фасады. Работающие кафе, рестораны. Заведения общественного питания. И постепенно приближаемся к площади. Которая совсем недавно, буквально пару месяцев назад, была забита парковками. После того, как пришел новый мэр, было принято решение парковки убрать. И сделать площадь открытую. Для пешеходов. Площадь работает исключительно для пешеходов. Здесь планируется сделать фонтан, насколько мне известно. Это временное решение. Вот здесь стояла скульптура Е-Сухум. Таким буквами было написано Е-Сухум. Ее демонтировали на реставрацию. Эти буквы демонтировали на реставрацию. Русская речь повсюду слышна. Множество туристов, отдыхающих из России. В принципе, можно закончить поход. Далее тоже есть набережная. Но мы до нее дойдем уже в следующий раз. Бам!